приветствуем вас друзья в прошлом обзоре мы делали обзор по горелкам бюджетным сегодня мы хотим вам по вашим просьбам показать обзор дорогие горелочек от компании MSR это одна из топовых моделей MSR Reactor и корея Alpine Master что бы хотелось рассказать MSR Reactor создавалась для восхождения это нужно учитывать и все в этой горелке построено для того чтобы вскипятить максимальный объем жидкости при минимальных скажем так затратах времени для того чтобы исключить кислородное голодание вот и плюс ко всему прочему эти горелочки сделаны с учетом безопасности у них стоит предохранительный термоплавкий клапан который в случае перегрева чтобы исключить взрыв баллона или угар допустим газа он заплавляет подачу газа у горелочки Alpine Master надо понимать что это чисто туристическая горелка вот она тоже использует инфракрасные измечения эта горелка на рынке относительно недавно сделана по тому же принципу что и MSR Reactor но клапана у нее нет плюс объем у нее чуть побольше ненамного давайте сейчас посмотрим как обычно что нам как потребителям нужно это за какой период времени у нас кипятится 500 миллилитров воды ну и некоторые особенности где что плюсы минусы давайте все это обсудим начнем с реактора он в неизменном виде выпускается уже много-много-много лет вот крышечка у него либо откидывается здесь у нас есть заглушечка резиновая вот она может закрыться может открыться ручка может использоваться как ручка для налива либо закрываем и можно вот таким вот образом ее зафиксировать отверстие в крышке для налива жидкости с этой стороны для того чтобы попить воды не открывая соответственно сама горелка сама горелочка выполнена вот таким вот образом нужно знать что здесь есть два отверстия которые используются для поджига во всем остальном все осталось по-прежнему без изменений от старой модели появились только два отверстия ну и основное условие при котором горелка не выходит из строя и служит очень долго это прежде чем поставить на нее кастрюльку необходимо дождаться пока появится надпись мср мы это процессе сейчас покажем давайте возьмем тестовый баллон мы его взвешили 340 грамм сейчас он вешает горелки мср нету пьезо поджига поэтому будем использовать зажигалку вот видите сейчас она нагревается и через какое-то промежуток времени у нее должна появиться надпись производитель рекомендует пользоваться оригинальными баллонами но мы в качестве эксперимента решили попробовать баллон под абсолютно другого производителя видите да получается что мы сначала ждем газ тратится на разогрев вот сейчас сейчас можно устанавливать горелку и продолжим и так 500 миллилитров воды закрываем крышечкой для чистоты эксперимента все-таки предлагаю с открытой крышкой скопить горелка уже горячая поэтому время тратить не приходится ставим секундомер включен время идет все прошел процесс закипания вода закидела минут 30 секунд все вода кипит выключаем по сравнению с бюджетными горелочками время даже чуть чуть больше мы использовали но надо учитывать что здесь у нас чуть больше сама кастрюлька поэтому может быть в этом итак из плюсов из плюсов сюда входит спокойно вот такой баллон сюда входит сама горелка вот все это у нас мягкой тряпочкой комплектуется чтобы не поцарапаться в принципе все цена у горелки у этой порядка наверное семнадцати тысяч вот у реактора довольно высокая джетбойл на нашей памяти закипел быстрее вот здесь нет чехла защитного довольно горячая не совсем удобно вот в этом плане ну минус конечно МСР вот в остальном сейчас посмотрим сколько мы потратили газа и будем знать уже цифры у джетбойла это было 4 грамма если мне не изменяет память итак 331 грамм вес баллона мы потратили чуть больше времени и практически даже наверное больше чем в 2 раза мы потратили газа это на разогрев ушло и на само приготовление то есть получается расход выше чем джетбойла и время закипания пускай несколько секунд но тоже выше джетбой 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 думаю каждый решит для себя сам к горелке кастрюлька не крепится поэтому при если вдруг случайно где-то пошатнули или что то может упасть джетбой 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 защелкивается можно поднимать крышка является также сковородой все защелкивается внутри тефлоновое покрытие и плюс еще ко всему идет отверстие для жидкости внутри инструкция чтобы не царапалась мягкая вставка из пеленого поля метилена сама горелочка идет в отделочке подставка на горелку для сковородки и сама горелка два чехла уже уже интересно пьезоподжига на ней тоже нет я так понимаю что температуры не позволяют использовать пьезоподжиг потому что он расплавит всю пластмассу и изоляторы горелочка оказывается не корейская мэдм чина но ничего страшного я думаю китайцы делают очень хорошие вещи и так 331 грамм вес остался у нас после с и и так из плюсов здесь нет не боимся поэтому предварительный прогрев для нее не требуется можно сразу поставить сверху вот и и кипятить жидкость объем у них одинаковый полтора литровый в среднем нужно 1,7 залить но полтора нормально и так наливаем поджигаем мгновенно нагрев идет соты очень красиво выглядит поехали время пошло на максимум все вода закипела минута 18 секунд и так что мы резюмируем защитного чехла нет тоже получается довольно горячая придется ждать пока остынет объем сожженого газа мы сейчас померим 325 грамм вес баллона будет 331 мы сожгли 6 грамм газа получается существенно экономичнее и быстрее именно альпаймастер стоимость самая большая на сегодняшний момент порядка 20 тысяч рублей стоит эта горелка не всем понятно что по команде вот но если мы идем куда-то в поход большой компании и одна на всех очень удобно ну что дело за вами выбор за вами как обычно мы делали непрофессионально учитывали только то что на наш взгляд как туристов рыбаков существенно поэтому поделились с вами хорошо или плохо пишите в комментариях в следующий раз учтем все пожелания и вопросы которые возникнут всего доброго и и и и и и и